Девушки отдыхают Девушки отдыхают По замыслу Сталина Начало наступления планировалось на 20 января 1945 года Но обстановка изменилась в связи с орденским похмельем у союзников после Нового года И это понятно Немцы нанесли мощный удар в орденах по войскам союзников Сталин изменил время начала наступления Сократив его на неделю То есть перенес с 20 на 12 января Висло-Оберская операция 12 января ударил могучий 1-й украинский фронт на юге Начиналось осуществление Висло-Оберской операции 12 января перешел наступление 4-й украинский фронт 14 января обрушился всей мощью На берлинском направлении 1-й белорусский фронт Да, ни один Сталин планировал и проводил эту блестящую операцию Другие прекрасные наши полководцы приложили много ума и сил для их осуществления Но почти во всех этих операциях первоначальный импульс, зародыш идеи, изюминка целесообразного решения Были высказаны в устной или письменной форме Сталина К десятилетию Поведы в 1955 году Военно-историческому управлению Генерального штаба, кроме другой его работы Было поручено определить самую выдающуюся по военному искусству операцию Великой Отечественной войны Военные ученые-историки еще раз проштудировали и оценили ход боевых действий с 1941 по 1945 год И определили, что самой яркой и лучшей по полководческому мастерству является Висло-Одерская операция Только не было тогда сказано, что руководил этой великой битвой лично Сталин К тому времени он уже умер, началась пора его забвения и очернительства Взятие Берлина 21 апреля советские войска ворвались в Берлин На его северо-восточный окраин А танковые соединения, обходя город, устремились на запад К южной окраине Берлина подступили танковые соединения Которые также, обходя город, продвигались на запад Таким образом, уже четко наметились клещи, которые вот-вот должны были сомкнуться западнее Берлина Берлин как губка впитывал свои кварталы войска Сохранить управление, не утратить возможность руководить ходом боевых действий было очень трудно Войскам, несмотря на долгую войну, не приходилось вести уличный боев в таком огромном городе Скопища многоэтажных домов, переплетения улиц и переулков поглотили несколько армий Сражение распалось на тысячи разрозненных схваток за дом, этаж, подвал Берлинское сражение было последним Гитлеровцы стояли насмерть, отступать было нефиг И этим обстоятельством въясняется яростное сопротивление фашистов Сравнить его можно только с нашей защитой Москвы Когда мы стояли насмерть или битвой за Сталинград Почему-то понимая и оценивая нашу стойкость под Москвой И в Сталинграде некоторые исследователи не учитывают подобную яростную оборону противника Берлинской операции А это была одна из особенностей последнего сражения Которая, кстати, и объясняет наши немалые потери Тут можно отметить и особый героизм наших солдат-офицеров Встать в атаку в последний день или даже час войны Очень неплохо И последняя особенность для минской операции Она проведена в кратчайше За Москву и Сталинград мы бились несколько месяцев А Берлин был взят за 9 дней 21 апреля войска ворвались на окраины Берлина А в 21 час 50 минут 30 апреля Сержант Егоров и младший сержант Кантария Водрузили знамя на рейс стаги Валинский, о, Валинский О, Валинский, о, Валинский О, Валинский, о, Валинский О, Валинский, о, Валинский О, Валинский, о, Валинский Две детали за стеной Жалобной замели Две детства ком Ячли на фиазмин Эту тимли Рас Ешу рам Ешу мога, мога Рас Ешу мога, мога Рас Рас Ешу мога Главнокомандующего по войскам Красной Армии и военно-морскому флоту 8 мая 1945 года в Берлине Представителями Германского Верховного Командования Подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил Великая Отечественная война Которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков Победоносно завершена Германия полностью разгромлена Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота Генералы, адмиралы и маршалы Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны Вознаменование полной победы над Германией Сегодня, 9 мая В день победы, в 22 часа Столица нашей Родины, Москва От имени Родины Салютую доблестным войскам Красной Армии Кораблями частям военно-морского флота Одержавшим эту блестящую победу Тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий Вечная слава героям Павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины Да здравствует Победоносная Красная Армия И военно-морской флот Верховный главнокомандующий Маршал Советского Союза Иосиф Сталин 9 мая 1945 года КОНЕЦ 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 Придут новые времена Остальные напишут много справедливого, много несправедливого Грязью обольют изрядно О чем он думал, глядя на величественный парад Победы? КОНЕЦ КОНЕЦ О чем он думал, Сталин, глядя на величественный парад Победы? КОНЕЦ 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 Сразу после Парада Победы началась подготовка предстоящей конференции глав держав-победительниц. Конференция длилась 17 июля по 2 августа 1945 года. На этой конференции Соединенные Штаты представлял впервые вместо президента Рузвельта новый президент Трумэн. Это было первое знакомство Сталина с Трумэн. 25 июля был сделан перерыв в связи с отъездом Черчилля на выборы. С 28 июля на заседании присутствовал новый премьер Англии Этли, так как Черчилля не переизбрали. Нет у нас возможности излагать все вопросы, обсуждавшиеся на конференции, да это не наша тема. В 00 часов 30 минут 2 августа постоянный председательствующий Трумэн сказал, объявляю конференцию закрытой. До следующей встречи, которая, я надеюсь, будет скоро. Дай Бог, сказал Сталин. Отвоеванные земли. Впервые о войне с Японией Сталин заговорил еще при подготовке завершающих операций против Германии. Сталин не хотел уподобляться Гитлеру и начинать войну с Японией внезапным нападением. Он приказал Молотову, министру иностранных дел, готовить ситуацию дипломатически. 26 июня Сталин утвердил план разгрома японских войск в Манчжурии, Корее, на Сухолине и Куринских островах. Атомная бомба была взорвана американцами 6 августа над Хиросимой, начав новую эру человеческого безумия. 9 августа была сброшена вторая атомная бомба на Нагасаки. Американцы считают это главной причиной капитуляции Японии. Но анализ событий, предшествовавших атомной бомбардировке и особенно последовавших за ней, отвергают эту версию и приводят к другим выводам. 9 августа советские войска перешли в наступление. И именно это в корне изменило обстановку. Вступление СССР в войну с Японией повергло в крайнее уныние и растерянность ее правящей в другим. Именно поэтому японское руководство утром 9 августа приняло принципиальное решение о необходимости капитуляции. Таким образом, вопреки утверждения многих недоброжелателей о том, будто бы Сталин после разгрома Германии отошел от руководства армии, по тому, что было рассказано, видно, что Сталин продолжал быть верховным главнокомандующим и участвовал и в разработке, и в руководстве всеми операциями на Дальнем Востоке. И в результате этого были достигнуты очень масштабные исторические победы. Сталин добился возвращения России земель, оттогнутых Японией, Курильских островов еще в 1875 году и Южного Сахалина в 1905 году. Сталин заставил союзников Соединенных Штатов и Великобритании зафиксировать на Крымской конференции, что указанные земли, цитирую, должны безусловно принадлежать Советскому Союзу после победы над Японией. Что и было осуществлено. Поиски новой стратегии. Весной 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль совершал неофициальную поездку по Соединенным Штатам. Выступая в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, он подчеркнул, что говорит от себя лично, не представляя никакие официальные инстанции. Однако выступление Черчилля не было очередной лекцией или вечером воспоминаний. Это было программное выступление, намечающее политику всего капиталистического мира на многие годы вперед. Если опустить дипломатические и маскировочные завитушки из речи Черчилля, суть ее сводится к предложению создать братскую ассоциацию народов, говорящих на английском языке. То есть самый настоящий военный союз англосаксонской расы. Черчилль рекомендует поспешить с созданием англо-американского военного союза, потому что в значительном большинстве стран, отстоящих далеко от русской границы и разбросанных по всему миру, созданы коммунистические пятые колонны, которые действуют в полном единении и абсолютном повиновении в указаниях, получаемых от коммунистического церкви. Справедливости ради отметим, Черчилль в этом отношении был прозорлив. Разумеется, не Сталин. Неруководимая им коммунистическая система добровольно капитулировать не собирались. И началась война. Та самая Третья мировая, о которой сегодня говорят по-разному. Одни, что она свершилась, другие, что она идет, Третья, что она скорость будет. В ней родилась новая стратегия, которая и стала главным ее содержанием. Одним из этапов этой войны в нашей стране мы сегодня наблюдаем и переживаем. Сталин оставил страну и вооруженные силы, оснащенными для борьбы с Соединенными Штатами на равных. Запасы и качества созданного им атомного потенциала позволяли наносить как упреждающие, так и ответные дары. Однако проведенные в СССР испытания атомных бомб, а позднее водородных, и особенно создание межконтинентальной ракеты, показали, что безнаказанно осуществить свой план американцам не удастся. О том, что они это поняли и как в связи с этим изменилась их стратегия, свидетельствует директива 2.1 цели Соединенных Штатов в войне против России, принятая 18 августа 1948 года Советом национальной безопасности США. Вот цитата из этого документа. Речь идет прежде всего о том, чтобы сделать и держать Советский Союз слабым политическим, военным и психологическим отношением по сравнению с внешними силами, находящимися вне пределов его контроля. Нам нужно принять решительные меры, дабы избежать ответственности за решение, кто именно будет править Россией после распада Советского режима. Об этом очень наглядно, популярно и, прямо скажем, с циничной откровенностью сказал Ален Дайес, один из теоретиков и практиков Холодной войны. Надо дать ему должное то, что он очень живописно предсказал, полностью осуществлено в течение последнего десятилетия. Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России? Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа. Окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. Национализм и вражда народов, прежде всего, вражда и ненависть к русскому народу. Все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище. Найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циник, пашкликов, космополитов. Ход событий до полной импотенции и открыли все каналы для широкой политической агрессии и идеологической оккупации страны. Таков печальный конец великой державы, созданный Сталином, его соратниками и советским народом за недолгие в исторических масштабах 70 лет существования СССР. Гибель Сталина. Это не значит, что Сталин совсем отходил от дел. Просто он продолжал работать на дачах в Кунцево и Сочи, где принимал своих и иностранных посетителей. Все, кто близко знал Сталин, отмечают не только его старение, но еще и усилившуюся подозрительность. Будучи уже больным, Сталин избегал врачей, не доверял им. И все же соратники Иосифа Виссарионовича уверены, что Сталин умер не от болезни, а погиб в результате преднамеренных воздействий. И даже определенно указывают, чьи имена. Но по порядку. Прежде всего надо выяснить, кто был заинтересован в гибели Сталина. Многие из близких людей называют таким заинтересованным лицом Лаврентия Берию. Почему? Берия имел реальную власть. Пожалуй, даже больше, чем сам Сталин. По одному его слову, человека могли уничтожить. Сталин, разумеется, это знал. И, наверное, решил, что пора окоротить власть земляка. Поэтому, когда возникло так называемое дело Менгрелов, его, кстати, раскрутил Маленков, и вначале поддержал сам Берия против своих земляков, потому что они о нем много знали. Сталин решил воспользоваться этим удобным случаем. Он вызвал министра госбезопасности Абакумова. Вроде бы поинтересовался, что там за дело с Менгрелами. Абакумов изложил, что ему было известно, и вот тут Сталин якобы намекнул. Ищите большого Менгрела. Абакумов, разумеется, был человеком догадливым, он все понял. Но теперь надо встать на его место и попытаться решить, как быть. Сталин очень старый, он уже теряет эту власть. Отходит от дел, он устал. Аберия полон сил, и в политбюро он номер один. Все трепещут перед ним. И Абакумов, видимо, решил сделать вставку на Берию. Как показали дальнейшие события, этим Абакумов погубил себя. Берию и Сталина. В этой схватке для каждого исход мог быть только один – смерть. Абакумов шепнул Лаврентию Павловичу о намеке Сталина. Аберия понял, что в Менгрельском деле ему предназначена роль Большого Менгрела. Со всеми вытекающими расстрельными последствиями. Сталин начал подозревать, что Абакумов ведет двойную игру и приказал его арестовать, чтобы он сделал. В порядке самозащиты Сталин решил на 19-м съезде обновить состав ЦК и политбюро. Он решил избавиться от некоторых старых руководителей, которые вызывали у него подозрения. На пленуме ЦК 16 октября 1952 года Сталин объяснил членам ЦК, почему надо обновить состав политбюро. Кстати, очень важное выступление Сталина на этом пленуме не публиковалось, потому что оно бросало тень на старых членов политбюро. Поскольку это выступление Сталина многие годы замалчивалось, нет даже сценограммы. Ниже привожу его почти без сокращений по записи, сделанной Ефремов. Пленум длился около двух часов. Примерно полтора часа, говорил Сталин. Итак, мы провели съезд партии. Он прошел хорошо. И многим может показаться, что у нас существует полное единство. Однако у нас нет такого единства. Некоторые выражают несогласие с нашими решениями. Говорят, для чего мы значительно расширили состав ЦК. Но разве не ясно, что в ЦК потребовалось влить новые силы? Мы, старики, все перемрем. Но нужно подумать, кому, в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела. Кто ее понесет вперед. Для этого нужны более молодые, преданные люди, политические деятели. Спрашивают, почему мы освободили от важных постов министров, видных партийных и государственных деятелей. Что можно сказать на этот счет? Работа министра – это мужицкая работа. Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили и назначили на их место новых, более квалифицированных, инициативных работников. Нельзя не коснуться непосредственного поведения некоторых видных политических деятелей, если мы говорим о единстве в наших делах. Я имею в виду товарищей Молотова и Микояна. Молотов – преданный нашему делу человек. Позови. Не сомневаюсь, он не колеблес, отдаст жизнь за партию. Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков. Товарищ Молотов, наш министр иностранных дел, находясь под Шартрезен, на дипломатическом приеме, дал согласие английскому послу издавать в нашей стране буржуазные газеты и журналы. Почему? Такой неверный шаг, если его допустить, будет оказывать вредное, отрицательное влияние на умы и мировоззрение советских людей. А чего стоит предложение товарища Молотова передать Крым евреям? Это грубая ошибка, товарищ Молотова. У нас есть еврейская автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика, а товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных претензий на Крым. Товарищ Молотов неправильно ведет себя, как член политбюро. И мы категорически отклоняем его надуманное предложение. Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеем мы принять решение по тому или иному важному политическому вопросу, как это быстро становится известным товарищу Жемчужиной. Получается, будто какая-то невидимая нить соединяет политбюро с супругой Молотова Жемчужиной и ее друзьями. А ее окружают друзья, которым нельзя доверять. Ясно, что такое поведение члена политбюро недопустимо. Сталин продолжал. Теперь о товарище Микояне. Он, видите ли, возражает против повышения сельхозналога на крестьян. Кто он, наш, Анастасий Иванович? Что ему тут не ясно? С крестьянами у нас крепкий союз. Мы закрепили за колхозами на вечной земле. Они должны отдавать положенный долг государству. Поэтому нельзя согласиться с позицией товарища Микояна. Анастасий Иванович Микоян на трибуне оправдывался, ссылаясь на некоторые экономические расчеты. Вячеслав Михайлович Молотов оправдывается и заверяет, что он был и остается верным учеником Сталина. Сталин, прерывая Молотова, чепуха. Нет у меня никаких учеников. Все мы ученики великого Ленина. Сталин предлагает решить организационные вопросы и избрать руководящие органы партии. Вместо Политбюро образуется президиум в значительно расширенном составе, а также секретариат ЦК КПСС, всего 36 человек. Голос с места. Надо избрать товарища Сталина генеральным секретарем ЦК КПСС. Сталин, нет. Меня освободите от обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Маленков на трибуне. Товарищи, мы должны все единогласно и единодушно просить товарища Сталина, нашего вождя и учителя, быть и впредь генеральным секретарем ЦК КПСС. Сталин на трибуне. На пленуме ЦК не нужны аплодисменты. Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому. А я прошу освободить меня от обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров. Я уже старший. Бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря, Тимошенко. Товарищ Сталин народ не поймет этого. Все стоя, горячо аплодируют, поддерживая Тимошенко. Сталин долго стоял и смотрел в зал. Примечание Ефремова. Заявление Сталина об отсутствии полного единства в руководстве партии убедительно подтвердилось после его кончения. Возобладавшая в нем группировка, не считаясь нормами партийно-советской демократии, резко сузила состав руководящих органов и постаралась избавиться от выдвинутых 19-м съездом КПСС высококвалифицированных молодых сил. Но Сталин не успел воспользоваться своей победой на 19-м партсиезде. Берия провел ряд опасных, но хорошо подготовленных мероприятий по устранению верных Сталину людей. 17 февраля 1953 года безвременно скончался молодой полный сил генерал Косынкин, комендант Кремля, ответственный за безопасность Сталина. Назначенный на эту должность лично Сталин и своей охраной. Удаление самых близких Сталину, Поскребышева и Власика, Берия осуществился свойственной ему иезуитской хитростью. Этих людей нельзя было убрать по какому-то поводу, выдвинутому самим Берии, потому что Сталин ему уже не доверял. Был применен такой многоходовой, как в шахматах, манеж. На прием к Сталину настойчиво стал проситься министр финансов «Зверь». Берия не только заставила его, но и снабдил компроматом на обслугу и охрану Сталина. Он доложил о больших затратах на охрану и злоупотреблениях лиц, осуществлявших эту охрану. Сталин, как известно, был очень скромен в своих личных потребностях. Он возмутился, немедленно приказав назначить комиссию и разобраться во всех этих неприглядных делах. Комиссию создали в составе Берия, Маленков, Зверия. Вполне естественно, комиссия подтвердила доклад Зверева. Она вскрыла еще ряд крупных не только нарушений, но и преступлений. Сталин был вынужден дать согласие на арест Власика, а затем и Поскребышева. Власик и Поскребышев оказались на Лубянке. А здесь добавили Власику разглашение государственной тайны и связь со шпионом Стенбергом, это художник, отправлявший Красную площадь во время торжеств. Сталин уже не мог спасти Власика при таком серьезном обвинении. Дальше. Подстроена утрата секретных документов по Скребышеву, который около 20 лет был преданным секретарем Сталина. Ему на смену, естественно, пришел человек Берии Малин. Для того, чтобы показать свою работу как стража безопасности Сталина, Берия организовал дело врачей. По его указанию, сексотка КГБ Тимошук написала письмо о вредительском лечении и умиршлении государственных деятелей врачами Кремлевской больницы. Арестом этих врачей Берия не только подтверждал свою преданность Сталину, но и окружал вождя своими медицинскими ставленниками. Однако Сталин разгадал этот ход Берии и обратил дело у врачей против него же. 13 января 1953 года в газетах была опубликована хроника ТАСС, отредактированная Сталином. В ней сообщалось о раскрытии органами государственной безопасности террористической группы врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Хроника сообщила о признании врачей. В этом же номере правды опубликована статья «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Статья без подписью. Но стиль и направленность стиля совершенно ясно говорит об авторстве Сталин. Что Берия прекрасно понимал, что скрыто под этими словами, и поэтому активизировал своих верных помощников Крущева, Маленкова, Булганина. И вот финал многоходовой подковерной борьбы. А может быть, и соучастников убийства Иосифа и Сыгана Чеслава. А может быть, и соучастников убийства Иосифа и Сыгана Чеслава. Иосифа и Сыгана JOAN Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok